Всем привет! Очередной эфир, который посвящен марафону, который у нас называется «Битва дизайнов». И хочу прямо начать с того, что каждый отдельный эфир, этот батл «Битва дизайнов» — это и есть отдельный конкурс. Всего таких будет четыре. Это значит, будет четыре победителя. Вы можете, например, поучаствовать только в одном, а можете поучаствовать во всех четырех конкурсах за «Битву дизайна». И тогда вероятность, что вы точно будете победителем, будет намного выше. Пишите плюсики, кто уже поучаствовал в первом конкурсе «Битва дизайнов» под хешдеком «Экспо1». Сегодня у нас, кстати, с вами будет абстракция. Сейчас я просто, видите, не сразу штатив мне приготовили. Ой, вот так. Сегодня я приготовила для вас абстракцию. Кто смотрел мои сторис, уже в курсе. Я решила сегодня по абстракции. У нас все четыре конкурса, они будут по разным дизайнам. Я постараюсь сделать специально, мы цветочный сделаем. Я еще не решила, правда, какой будет цветочный. Ну, несмотря на то, что осенний, но цветочный будет. Вот, смотрите. Какая милейшая абстракция, как я люблю. Вот. Долго думала, в каком цвете делать, но в итоге я взяла коллекцию красок «Шторм». Ну, не знаю, мне так захотелось. Сочетание просто понравилось. Такого лилового и зеленого. Так, плюсики, плюсики. Сейчас еще раз по правилам пройдемся, смотрите. Всех четырех победителей награждать будем 25 октября. Это будет понедельник на выставке «Экспо» онлайн Эйми. Вот, кто не в курсе, у нас два дня выставка онлайн будет. Будет «Экспо Эми», «Эми Экспо», короче, выставка онлайн. Она будет идти и в понедельник, и во вторник, 25 и 26 октября. И мы решили перед началом этой выставки устроить битву дизайна. Вот. Сделать четыре отдельных конкурса. Можно участвовать во всех четырех. Можно поучаствовать в каком-то одном. Когда можно выкладывать работы? До какого числа? Смотрите, можно выкладывать, получается, до 24-го включительно. Это будет воскресенье. Например, вы хотите поучаствовать в батле, который вот был, когда в среду я проводила эфир. Вы можете в нем поучаствовать, а работу выложить, например, аж воскресенье. Можете все четыре работы выложить одновременно аж воскресенье. Да, выхожу в прямой эфир. Поставьте плюсики. Галя, как меня слышно? У меня звук есть? Все хорошо? Сейчас загружается эфир. Что у меня? Есть. Все хорошо. Кто-то звук пропал. Слышно. Ага, все. Пардон, девочки, пардон. Вот, понятно, скажите, я все понятно объяснила. Еще раз, четыре конкурса. У каждого конкурса будет свой хэштег. У первого конкурса, который уже прошел в среду, хэштег Экспо1, можете зайти просто в постах у меня сейчас почитать точно, что там нужно мой аккаунт отметить и поставить хэштег. Я 24 числа зайду под каждый хэштег, конкурс будет идти каждый под своим хэштегом. Это одна работа. Назвали «Битва дизайнов», обожаю это название. Я одно время прямые эфиры так проводила под таким лозунгом. Мне очень нравится эта идея. Получается, я в воскресенье зайду, открою сначала хэштег Экспо1, посмотрю все работы как раз вот с этими ноготульками. Все, правда, сделали на типсах, блин. Ну, я обещаю, короче, третий, четвертый конкурс сделаем точно обязательное условие фото на руках. Потому что все, я зашла по хэштегу, сейчас только что проверяла, сколько выложили. Уже 100 человек сделали работы под хэштегом Экспо1, но все практически сделали на типсах. Да, обязательно делать точь как в точь, но материалы, которые вы используете при этом, могут быть любые. Да, в прошлый раз я работала определенными цветами. Вы просто можете цветовую гамму повторить другим гель-лаком, другой эмпастой. Но композицию и цветовое решение сохранить близко. Ну, все в основном так и сделали. У всех такие розоватые варианты дизайна. У кого-то персиковатый, у кого-то бежеватый, у кого-то розоватый, белый. Вот. Цветовую гамму я в прошлый раз сказала, берите любую. Самое главное сохранить технику дизайна и композицию. Нет, шубу зеленую не взяла, девочки. Я сейчас в сторис выложу, как надо мной зять ржалый, мой муж. Они все одновременно меня назвали Гринвичем. Знаете этот мультик Хэллоуин? Короче, причем они не сговаривались. Не сговариваясь, муж вечером говорит, о, Гринвич. И утром мне зять присылает скриншоты с этого фильма, как этот Гринвич зеленый. Говорит, тебе ногти еще такие, как у Гринвича, надо сделать волосатые, зеленые. Чем можно заменить текстон? Смотрите, текстон легко заменить, может, пигментом. Вот. Но если у вас есть такой пигмент, есть, я знаю, что продаются, ими активно пользуются мастера, пигменты, они как раз вот с этим эффектом текстона идут. Вот. Но с ними нужно еще умудриться аккуратно сделать. Я вот поэтому в Эмме так и не стала продавать эти пигменты, потому что считаю, что текстоном намного легче и проще работать. Кто-то пишет, давайте не надо на руках. Ну да, когда на руках, это осужает круг участников. Хорошо, оставим на типсах пожелания, кто будет на руках делать, кто на типсах. Договорились. Нет, девочки, я мужа слушаю, поэтому если ему эта шуба не зашла, это он меня просто... Он мне просто ее не будет давать одевать, потому что я его знаю. Это он... Так, слушайте, ну у нас вообще конкурс, да? Мне же надо рисовать начинать. Я, блин, хотела случай смешной рассказать. Когда мы еще с ним студентами были, я вчера рассказывала в сторис, что я была натуральным фриком, когда начала с ним встречаться. Этот период у меня облился первого и второй курса. И вот как раз когда я начала с ним встречаться, у меня перешло... Перешло это в другую крайность. Я начала одеваться как baby doll, абсолютно total pink, все розовое. Это тоже у него от этого крышу рвало. И был такой случай. Вот когда я была фриком, я носила дурацкие прически. Вот такие у меня всякие обвязки были на каждой дульке. Этих дулик было очень много на голове. Ну, короче, бред сивой кобылы. И как-то я подхожу к раковине, в квартире, в которой он жил, где они снимались с ребятами, мою посуду для них, опускаю вот так глаза, а внизу мусорное ведро. И я понимаю, что в этом мусорном ведре валяются все мои заколки с моей прически. И я такая в шоке подхожу, и Лёша говорит, «Ты зачем это сделал?» Говорит, «Я?» «Я ничего не делала». Я говорю, «Лёша, это ты порвал мои заколки, выкинул в мусор». Так он мне до сих пор не признаётся, говорит, что это не он. Я говорю, «Лёша, кому это надо?» Говорит, «Да ты выкинул мои украшалки». Да, участвуйте в любом конкурсе, в первом, в втором, в третьем, в четвёртом, либо одновременно, либо, если получится, в двух, в трёх. Просто если во всех четырёх поучаствуйте, вероятность выше, что я вас выберу. Выбирать буду по хэштегу. Ну и как буду? Конечно, это будет субъективно моё мнение. Мне захотелось сделать этого человека победителем по тем причинам. Конечно, буду смотреть на чистоту работы, чистоту дизайна, дизайна, какая фотография. Буду на это всё смотреть. Ладно, давайте начинать. Сейчас я выключаю фильтр. Ой, кстати, я же вам за подарки не рассказала. Галь, а выйди пока из аккаунта, и я сейчас прочитаю. Блин, а где же у меня написаны подарки? У меня есть? Я сейчас только что поняла, что у меня нигде... Я один раз в сторис выложила, какие будут подарки, и больше нигде этой информации нет. Короче, Галя, на пони мне, девочки, сегодня будет пост. Я напишу, какие подарки будут за какой батл. Потому что там подарки классные. Так, ладно. Поехали. Слушай, Галя, принеси мне коробку с типсами, я совсем забыла. Ну, вот я сделала вот такую абстракцию. Давайте прям вот так вот всё вместе посмотрим. Она прям даже, кстати, на коробочке... Что ты просила коробку с типсами? Да, да, там миндаль. Миндаль, да? Ну, да. Вот захотелось мне такой красоты. Как вы считаете? Во-первых, сегодня я в зелененьких штанах. И очень красиво у меня будет сегодня сделана фотография. Зеленые штаны, вот эти фиолетово-зеленые ногти. Будет убойно смотреться. Так, подбери мне пока, я вот начну с большого. Две четверки и тройку. Так, ну, поехали. Какие оттенки у нас из коллекции Шторм пригодятся? Вверх офигенный зеленый. Он пользуется какой-то бешеной популярностью. Причем цвет получился у меня очень случайно. Я причем, когда его наколировала, еще смотрела, думаю, блин, наверное, не зайдет как-то. Ну, опасно такой цвет делать дымчатый. Еще и перламутровый. Но он как-то офигенски смотрится под матовым топом. Он какой-то просто необыкновенный. Поэтому я решила сегодня использовать зеленый. Опять же, я уже повторяю. Девочки, вы можете примерно повторить оттенки. Взять какой-то оливковый зеленый, который у вас есть там в гель-лаках. Дальше я из этой коллекции беру вот такой сиреневый красивый. Потому что в моем гардеробе очень много сейчас вещей вот таких фиолетовых. Вот, у меня сегодня будет получиться очень классная фотка. Так, и мне еще понадобится совсем чуть-чуть. Я кое-где добавлю растушевку. Вот такой синий. Тоже красивый оттенок. Не, абсолютно другая коллекция. И Golden Canyon зеленый. Он такой, знаете, там желто-зеленый. Он такой, как немножко ядреный. Такой, знаете, травяной. А здесь этот цвет, он дымчатый. Он такой вот чуть-чуть с серинкой дымчатый. Вот, а Golden Canyon это... Ну, кстати, если у вас краски Golden Canyon, в принципе, можно взять этот зеленый. Он будет более яркий просто. Так, ну, че, где мои подставочки? Настя забрала мне все подставки. Возьми, пойдем. Ну, я, как всегда, делаю на готовых ногтях, которые скоро будут твоими. Поэтому не смейтесь. Поэтому сегодня опять спилю вот эту руку. Господи, там бедные мои ногти. Они сейчас еще одного снятия, они переживут. Так, ну, поехали. Я начну с большого пальчика. Тут вот такая композиция будет. Я все-таки не сдержалась, добавила чуть-чуть шармиконов. Вот. У кого шармиконов нет, значит, будете эти элементы делать вручную. Ну, ее. Так, ну, делим напополам. Очень классно, конечно, делать покрытие красками. Особенно, если вы работаете классическими системами, жесткими гелями из банок. Для них, конечно, краска – это идеальный вариант. Во-первых, с точки зрения финансовой. Потому что себестоимость использования краски все равно ниже, чем у гель-лака. Это первое. И потому что у нее расход меньше. Она такой тонкий слой дает. Ну, все оттенки разные по плотности, конечно. Там, например, перламутровые, они чуть прозрачнее ложатся. Там плотные эмалевые, они вообще в один слой при желании могут лечь. Вот. И при этом толщина, она другая. У гель-лаков толщина чуть потолще, потому что они жиже. Их приходится чуть-чуть прозрачнее делать. И накладывать чуть большим слоем. Смотрите, конкретно здесь условие будет, что повторить конкретно цветовую гамму. Вот. Если в предыдущем батле, в конкурсе, там я прописывала, делаем на типсах на руках, без разницы. Цвет любой, но важно повторить конкретно один в один дизайн. Даже если нет шармиконов, просто все элементы делаем вручную. Вот. Сегодня нужно сделать близко по цвету. Смотрите, не один в один, а близко по цвету. Понятно, что, возможно, у кого-то прям один в один оттенков не будет. Поэтому делаем близко по цвету. Смотрите, а дальше берете вот так тоненькую кисточку и уже вот эту линию саму. Смотрите, а дальше берете вот так тоненькую кисточку и уже вот эту линию саму. Блин. Все сушу. Галя, сядь возле меня. А, ты с компьютера читаешь? Нет, я читаю, я с моих работаем параллельно. А я тебе говорю, не могу читать комментарии, рисовать тяжело мне. Просушили. Теперь берем теклос, чтобы приклеить декорацию. Этот дизайн тоже на пять пальцев? Да, обязательно. Вот фотография будет. Видите, не просто так. Видно же, что пять типс. Рука. Либо пять типс. Рука пять пальцев. Примеры, фотографии я выкладывала вот в предыдущем посте, по предыдущему батлу. Отдельный эфир и отдельно. Какие это типсы у вас? Девочки, это готовые ногти. Скоро они появятся об ЭМИ. Сейчас мы их пока тестируем. Вчера Вере Мирошниченко сделали ногти. Ей понравилось, потому что очень быстро делается большая длина за короткий промежуток времени. Короче, это готовые ногти для наращивания. Для наращивания там будем использовать гель, твердый гель-лак, акри-гель. Ну, посмотрим. Там все подходит абсолютно для этих гелевых ногтей. Так, мне понадобится вот такой шармикончик. У кого его нет, будете просто эти прямоугольнички рисовать вручную. И вот такой шармикончик матрица. Тоже у кого нету, будете рисовать эти либо иероглифы, либо вот такую вязь из элементов в стиле матрица. Да, можно вот иероглифами их расположить. Типсы гелевые. Да, типсы гелевые. Смотрите, видите, вы вот эту вязь из элементов можете сделать в виде иероглифов и просто нарисовать вручную. Это понятно? Поставьте плюсики, кто понял, что если нет шармикона, просто рисуем вручную. Я сегодня хотела рисовать вручную, но не сдержалась, понимаете? У меня-то есть шармиконы. Ну, конечно же, я так мастер-то ленивый. Я не смогла себя заставить рисовать это вручную, когда я могу это приклеить. Если в гель-лак добавить втирку прозрачную с зеленым окливом, будет такой эффект? Да, кстати, если в гель-лак добавить втирку, будет очень похожий эффект. А, боже, матрица! Скоро фильм «Матрица», кстати, выходит. Кайф. Я прям жду, когда я пойду. Ну, мы после Джо Диспенза все хотят теперь «Матрицу». У меня у мужа тут недавно медитация была. Он говорит, блин, я прям как в «Матрицу» попала, Рианна, как из фильма «Матрица». Так, вообще… Словами можно заменить? Нет, здесь нужно… Здесь же, видите, такая космическая абстракция у меня в стиле футуризм. Да, и здесь вот хочется именно в виде «Матрицы» вот такую вязь из элементов, иероглифов. Вот, а словами я не знаю, как вы это замените. Мне кажется, не так будет. Слова слишком плотно будут лежать и будут конкретно смотреться. Все, теперь берем классический набор «Импасты». Это краска? Сейчас это была краска гелевая, новая коллекция «Шторм». Очень красивые, приглушенные цвета для осени. Вот, сейчас я беру классическую коллекцию «Импасты». Вот, кто в прошлый раз участвовал в батле, работали новая коллекция «Импасты». Вот, а нам сейчас понадобится черный цвет «Импасты». Называется он «Блэк Тар». Он как раз продается как отдельно, так же можно его купить и поштучно. «Блэк Тар». И рисуем мои любимые элементы. Аминь. «Блэк Тар». 此分. «Импласты». «Рыб hacks тар». begging «Импасты». «Блэк Тар». «Гол вас infamous». «Гол тар». «Импотый». «Рыб��고 upon deleg». помним о том что m паста все-таки краска в первую очередь да это никакой не 3d гель поэтому накладываем ее минимальным слоем чтобы она смогла просохнуть что если вы ее навалите нальете это выглядеть будет красиво но есть вероятность что она у клиента просто сколется потому что не просохнет внутри вот если вам дискомфортно и для вас это густая окраска берем добавляем т-класс чуть-чуть разбавляем для m пасты подходят исключительно синтетические кисти если вы вдруг привыкли работать колонками да тут конкретно для им посты вам нужно приобрети синтетику вот по этой причине в эме только синтетические кисти продаются когда-то у меня были кстати колонки кто помнит вот но я их постепенно убрала форму типс можно другую до форму типс можно другую первое задание до какого числа смотрите все битвы и первая битва которая была среду битва сегодняшняя сегодня у нас вторая битва все битвы можно хоть самый предпоследний день сдать перед началом выставки а это 25 числа будут объявлены победители во всех четырех битвах почему тускнеет после просушки черная импаста она не то что тускнеет у него такой легкий глянец остается она-то глянцевая чем разбавлять гель краску краску гелевую разбавлять не стоит а вот импасту краска гелевая без липкости ее можно разбавлять текласом спор возник короче 24 последняя дата до 24 то что 25 уже утром начинается выставка соответственно победителя буду выбирать 24 числа вечером либо рано утром 25 девочки понятно что я буду ну возможно 25 утром буду выбирать вот поэтому постарайтесь до 24 сдать все по хэштегам хэштеги они все в постах указаны просто внимательно читайте описание и все импаста она только для дизайна или можно сделать покрытие импаста только исключительно для дизайна импаста именно тускнеет матовый налет остается ну на как ну смотрите вот она как если например пальцами и буду лапать она будет вот такая возьму сухую салфетку смотрите вот сухая эта салфетка у меня уже высохла видите она опять блестит это просто глянцевая поверхность что если ее лапать своими руками то конечно она будет залапанная возьмете сухой салфеткой там тканевой протрете она опять блестит вот плюс конечно просушка сушка минимум две минуты вот всегда рекомендую даже чуть-чуть прямо пересушивать прям три минутки посушить наверняка увидели что когда я пальцами и лапаю она становится такая залапанная как только взяла сухую салфетку и просто протерла все она опять блестит причем я взяла не влажную салфетку вот именно обычную ткань у мне этот вариант больше нравится смотрите у меня здесь иероглифы как бы внутри оказались прикольно не так даже больше нравится да если например у вас залежала симпаста и вам ее хочется израсходовать как цвет можно взять любой финишный топ гель лаковый классический с липким слоем перемешать но важно чтобы топ был именно смотрите с липким слоем не то без остаточной липкости вы можете чуть-чуть перемешать им пасту с этим топом и она превращается в краску с липким слоем и тогда в принципе вы ее можете израсходовать как обычную краску гелевую для покрытия если я все понятно объяснила вот сейчас поставьте плюсики кто недопонял девчонки напишите им еще раз это реально тема что им пасту таким образом можно израсходовать берете добавляете в нее топ с липкостью и покрываете ею но там надо смотреть на консистенцию консистенция была там еще красивая а не прозрачная размазня кто-то сейчас писал что смешивается с топом гель-лаковым топ слайдером я бы например брала бы знаете какой есть топ классический бриллиант жесткий гель для классических систем с ним наверно будет даже правильнее смешать чем ничего тянется сюда что-то лишь как всегда не могу остановиться смешаться болезнь скрылась гель-лаковая краска сериал горлаковая билет Как будет происходить выбор победителя? Конкурс «Битва дизайнов» номер 1 была в среду, у нее хэштег «Экспо1». Внимательно почитайте пост, там этот хэштег указан. Я вечером 24 часа захожу под этим хэштегом и смотрю все работы, где максимально правильно все сделано, чисто. Понятно, что будет такое мое немножко субъективное мнение, тем образом буду выбирать победителя. Композицию можно такую-такую сделать, смотрите, либо так, либо так. Так, это у меня большой пальчик. Дальше. Сейчас показываю вот такой вариант, смотрите, это два одинаковых типса, только по композиции они немножко разнятся, смотрите. Видите, что в принципе это примерно одно и то же, поэтому мы сейчас повторим один вариант, хорошо? Вот этот повторим. Вот, а этот по такому же принципу. Все будет сфотографировано, вот, поэтому спокойно вот этот вариант потом срисуете. Кто-то пишет «Игра в кальмара». Слушайте, я про этот фильм уже, он мне постоянно попадается, короче, надо срочно его смотреть. Да, сериал. У меня сынок эту фигню смотрит, ну, не сериал, а он смотрит это как... Язык качать. Игра у него, ну, есть, блин, на ютубе, эту ерунду показывают. Вот только сегодня он смотрел эту «Битву кальмаров». Я так поняла, это есть прям игра компьютерная, правильно? Я так поняла. Я вижу только везде сериал, я тоже не смотрела ни одной серии. А это, видимо, есть игра детская или не детская. Да, можно гель-лаками делать, конечно. Так, здесь покрываем сразу однотонное покрытие. Так, напомню, сейчас я делаю вот этот типс. Гель-лаками можно делать? Можно делать гель-лаками. А, и самое главное же, фотография должна содержать какой-то продукт Эми. Чтоб на фотофотографии попало что-то там. Гель-лак, баночка краски, кисточка. Тоже обязательно условия фотографии, чтобы не просто типсы или рука, а именно продукт Эми должен быть изображен на фотографии. Спасибо, что сказали, что сериал жесткий, не для детей. А то у меня сынок сегодня уже, Дима, вынес мозг. Мама, открой мне на Нетфликсе этот сериал, я хочу посмотреть. Я тоже вижу, что там не как отчаянные домохозяйки. Короче, без вариков, да, детям лучше не смотреть. Это же еще корейский, да? А, это моя дочь и любимая. Ну, моя, наверное, уже втихаря посмотрела. Она просто ребенок, который помешан на корейской культуре. На корейских, как их называют, господи, слово эти сериалы у них. Да, много убеждений. Да, как, Дамара или как? Да. Дорама, Дорама. Просто Галя смотрит с утра до вечера Дорамы, все обклеим на поп артистами. Ну, бывает, подростковый возраст. Я говорю, Даш, так может тебе тогда университет найти не в Европе, говорю, а поедешь уже в Корею, давай начинай корейский учить. Раз, у тебя так душа к ним лежит. Так, теперь, смотрите, мы берем вот этот синенький, и он нам совсем чуть-чуть понадобится. Мы чуть-чуть сделаем градиент, растушевочку. Смотрите, мизинчики я совсем просто сделала. Видите, просто мизинец и вот такая скобочка моя любимая. Вообще этот дизайн я когда-то сделала, еще, представляете, год уже прошел, год назад. Смотрите, я нашла эти старые типсы. Это у нас должна была выйти старая капсула, четвертая. И мы же отменили выход четвертой капсулы. Вот, а эскиз у меня так остался, и у меня где-то модель сфотографирована с этим дизайном. И вот мне так нравится это композиционное решение вот с этими скобками. Прям я решила, поэтому сегодня, думаю, раз капсула не вышла, надо хотя бы все-таки показать этот вариант композиции с этими скобами. Девушка, я любила арабские песни и вышла замуж в итоге за араба. Прямо прикольно как. Ну вот у меня что-то подсказывает, что у меня, у Даши, вот как-то связано с Кореей, потому что это длится уже три года, и оно не проходит. А что, Южная Корея, это хорошая... Не, ну мне очень понравилась Южная Корея, я же была два раза в Южной Корее. Ну да, в Северной Корее там ходят по струнке. Это как, это правильно рассказать. Так, смотрите, нанесла. Берете любую кисточку плоскую. Сейчас... Подожди минутку. Сейчас пока что у меня краски используются, смотрите. Это в самом конце, когда я уже по финишу сегодня рисую черные элементы. Они у меня глянцевые после просушки, да. Это уже идет краска без липкого слоя. А сейчас пока вот я делаю фон для дизайна подмалевок, скажем так. Здесь у меня пока используются краски из набора Шторм. Это краски для дизайна, для покрытия с липким слоем. Почему отменили четвертую капсулу? Почему отменили четвертую капсулу? Сейчас объясню. Я поняла, что все-таки капсулу лучше делать не из двух цветов, а из трех. Это раз. Второе. Я поняла, что выбор Кати Мирошниченко... Мирошниченко... Сочетать несочетаемое в цветах, да. Очень яркие, кардинально противоположные цвета. Ну, вам очень сложно заходят. Вот. Поэтому я в следующем году хочу сделать другие немножко капсулы. не такие экстравагантно-неформальные. Вот. Если нет шармиконов в матрице, можно заменить их на слова? Нет. Отвечаю уже. Или от руки. Смотрите, вы вот этот эффект матрицы не сделаете словами. Они будут грубо смотреться по-другому. Здесь вам нужно просто взять и нарисовать такую вязь из иероглипов. Вот такие столбики, чтобы это было как матрица. Я в конце покажу. Вчера Вера осозналась, что она ведьма. Вчера Вера осозналась... А я волшебница. Верка ведьма, а я волшебница. Она, наверное, тоже хотела так сказать. Нет, мы жржем. У нас прикол. Я теперь светлая сторона, она темная. Принимаем себя. После сушки липкий слой не нужно снимать, прежде чем дальше рисовать? Нет, здесь мы перекроем финишем. Уже это будет финал. Все. Смотрите. Здесь подмалевок делается под финиш матовый. А потом уже сверху финиша, уже когда финал, ногти готовы, берется импаста, это краска гелевая без липкости. Сверху делается рисунок импасты. Пишет, что капсулы всем зашли, все три. Нет, я верю, у нас капсулы очень хорошо попродавались. Ну, я просто не стала рисковать делать четвертую опять с таким ярким сочетанием. Думаю, не. Ну, не знаю, может, я, конечно, не права, но я смотрю просто на продажу. Вот у нас классно продалась капсула последняя, третья, потому что там не настолько, знаете, ну, неформальное сочетание цветов. А вот, например, та же вторая капсула для вас слишком это экстравагантно оказалась. Вот, а четвертая, она тоже очень экстравагантная. Вот такое сочетание. Так, короче, хватит, я думаю, хватит тут. Сушим. Просят четвертую хоть под заказ. Да? Хоть лимитируй. Ну, возьми скриншот, сделай. Сейчас мы сохраним ваше сообщение, покажу маркетингу. А вдруг? Так, сейчас я перекрываю теклосом, потому что мне нужно приклеить шармиконы. Вот, у кого шармиконов нет, вы берете и рисуете такую вязь небольшую из иероглифов. Сейчас я покажу. Какая обложка для книги победила? А, да, кстати, надо уже выкладывать. Выбрали. Спасибо, кстати, победителям. Вернее, господи, участникам, кто принимал участие. Единодушно, там, практически, с небольшим отрывом выбрали обложку, где я держу голову на плече у Веры. Короче, всем больше всех она зашла. Она и маркетингу тоже всем понравилась. Были, конечно, несогласные, как мой зять, муж Веры Мирошниченко. Он выбрал другую. Смотрите, девочки, видите, как можно заменить иероглифы, матрицу. Понятно? Так, еще посушим. Так, напомню номера иероглиф этих. А принеси, пожалуйста, каталог. Я сейчас скажу номера. Смотрите, квадраты, кто не в курсе, они у нас в базовом ассортименте шерниконов. И мы где-то полгода назад апгрейдили. Видите, раньше были просто квадраты, а потом добавили опять заполненные. Вернули вот эту часть макета. Поэтому, имеете в виду, кто любит геометрию, очень классная, незаменимая штука. Матрица. В принципе, тоже пока есть в наличии. Я не знаю, ставили мы в базовый ассортимент или нет, но мне кажется, еще остатки есть, недораспродали матрицу. Поэтому, кто тоже такое очень любит, обязательно закупайте. Так, здесь также. Здесь я возьму не иероглифы, а возьму матрица цифры. Но, опять же, это не имеет значения. Вы напишите иероглифы. Почему топ-текласс при нанесении дает проплешин? Проплешин. В этом случае либо нужно обезжирить свет, тогда он ляжет без проплешин, либо написать в директ, и там ответит контроль качества, они посмотрят партию, что это за топ. Так, смотрите, квадраты, напоминаю, золото, серебро, черные, белые есть. Я вот сегодня работаю номер 160. И матрица наша. Вот она так и называется, видите? Матрица 171. 171. Есть ли матрица на Валберсе? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, мне надо заканчивать делать медитации на улице. Что-то я это... Ты болидаешь? Угу. Сопли. Сегодня такая холодина была просто. Я не выдержала, я под конец медитации зашла в дом, ходила по дому. Короче, я сейчас по утрам делаю медитации в ходьбе. И они, конечно, классно, вот как мы в Турции делали, на берегу моря, когда тепло. А у нас сейчас вообще в Ростове похолодало, просто дубильник конкретный. Я сегодня просто так околела. Еще дождь начал моросить, и я вот это под моросящим дождем при плюс 5 ходила, медитировала. Сумасшедшая девка. Так, смотрите. Видите, много, большое количество шермиконов. Плюс текласс. И, конечно, если делать это клиентам, чтобы хорошо матовый топ и лег, во-первых, чтобы ему шермиконы не мешали, и держалось на теклассе, лучше нанесите топ с липким слоем. Например, топ-слайдер. Так. Видите, как раз топ-слайдер здесь все выровняет. И тогда матовый топ идеально ляжет. Еще раз напомню, смотрите, это два ноготочка, указательные и безымянные. Они похожи между собой. Я обязательно сделаю фотографию и руки, и типсов, чтобы можно было хорошо рассмотреть все. Я сейчас вот этот вариант не буду показывать, я сейчас только этот покажу. Нет, на Интершар мы не приедем. Матрица есть, да. Сейчас вот мне секретарь подсказывает, что на Валбересе шермикон-матрица есть. Держи. Все, а теперь спокойно перекрываем матовым топом. Да, сейчас мы обновили ассортимент Валбереса. Он стал чуть-чуть больше. Но, к сожалению, полный ассортимент на Валбересе держать очень сложно. Вот я вчера объясняла в эфире, и позавчера, девочки. Валберес – это такая площадка, понимаете, которая нужно платить за аренду каждой номенклатурной позиции. Понимаете? Есть неходовые позиции, непопулярные. Мы их, конечно, не выводим на Валбересе. Их купить только можно либо у дистрибьюторов, либо на emyshop.ru, либо emyschool.com. На Валбересе этих позиций, как краски, например. Краски вы не купите на Валбересе, потому что это нерентабельно для компании. Потому что краски обычно покупаются после обучения. Просто люди краски не покупают. Поэтому большой ассортимент, он отсутствует. Сколько по времени я рисовала? Я дизайн рисовала где-то часик, минут сорок. Я где-то часик рисовала. Ну, я, видите, так не торопясь. Здесь, конечно, очень быстро. Минут сорок. Все, и поехали. Мои любимые скобочки. Если для кого-то импаста густая, еще раз напоминаю, импасту можно разбавить смело текласом. Это топ без липкости, который мы применяем для шермиконов. Он хорошо с импастой дружит, ее хорошо разбавляет, и прям так комфортно тогда те же тонкие линии особенно рисовать. Помним о том, что в первую очередь эта краска очень пигментированная. Если вы ее навалите килограмм, она у вас высохнуть высохнет, но внутри не просохнет. Тогда она очень легко скалывается. Ну и сильно тонко тоже, когда нанесено, она не то что скалывается, это же все-таки сверху делается. От механического действия, особенно кто там посуду любит мыть без перчаток, она просто начинает потихонечку, знаете, как счищаться, стираться. Лучше шермиконов, на Валберес побольше. Девочки, ну мы, вот уже ассортимент стал намного больше, ну прям очень сильно, ну невозможно весь вывести. потому что, ну реально, есть позиции, мы их там в минус держим, потому что платим за аренду Валбересу, а их, например, не покупают в том объеме, в каком надо. Спасибо. Продолжение следует... Сейчас я подсушу. Так, конечно, сохраним. Девочки, кто хочет поучаствовать в первой битве дизайнов, которая была в среду, все есть в ленте. Есть пост с прямым эфиром, с подробным описанием условий. И второй пост с примерами уже фотографий, работ. Просто заходите в ленту, смотрите. Вот сейчас что-то совсем люди перестали ленту смотреть. Меня, конечно, как блогера Инстаграма это расстраивает, потому что там все есть, но вы, получается, этого не увидели. И это, конечно, я сейчас тоже выложу, сфотографирую. Сейчас будет также два поста. Да, сначала будет пост с прямым эфиром. Я сразу же его выложу. Вот. А потом будет пост... Слушай, Галь, а на беремене сейчас на принтере битва дизайнов номер два. Ну, просто битва дизайнов два. Прямой эфир. Я сейчас эту бумажечку тоненькую на фотографию положу в прямой эфир. А то я вчера так не сделала, и в ленту сейчас заходишь, непонятно, этот эфир относится к батлу, к битве дизайнов или нет. Как вам название битва дизайнов? Я уже применяла это название. Я проводила серию эфиров, когда шла борьба между двумя мастерами. На время, когда я сажала девочек, кто больше дизайнов с ограниченным количеством декораций и возможностей сделает. Продолжение следует... Так, ну, в принципе, все. Этот вариант готов. Сушим две минуты, чтобы исчезла остаточная липкость. Так, и 50 минут. Что-то я сегодня медленно как-то работаю. Еще вот этот вариант у нас. Ну, он такой простой достаточно. Это центральный ноготь. Сейчас мы его... Галя, дай мне тройку размер. Ты мне дала три четверки. А тебе нужны три тройки? Нет, мне нужна тройка, да? Мне один текст нужен. Здесь также перекрываем сейчас один слой роскошной краски фиолетовой. Сушим. Сейчас мы в эфире вот эти два дизайна повторили с вами. До какого числа сдавать работы? Еще раз повторяю. Также это написано в каждом посте, посвященном битве дизайнов. Сдать можно в любой день до 24 числа включительно. Вы можете участвовать либо в какой-то одной битве, либо можете во всех четырех битвах участвовать и работы выложить под нужными хэштегами хоть в самый последний день. Последний день это 24 числа включительно, потому что 25 утра уже начинается выставка Эми Экспо, где мы объявим победителей. Победителей я буду выбирать сама по хэштегу. Их будет четыре хэштега. В каждой битве мы присвоили свой хэштег. Но там, скорее всего, будет Экспо1, Экспо2, Экспо3 и Экспо4. Здесь, знаете, необязательно его прям идеальным, ровным рисовать этот квадратик, потому что мы потом просто контур ему придадим. И здесь можно вот так еще. Слушай, какие еще вопросы? Ну так это и есть. Это между мастерами. Просто между вами всеми, кто под этим хэштегом Экспо1, Экспо2 выложит работы. Я между вами буду выбирать лучшего. Вот сегодня у нас батл номер два, абстракция. Вот сейчас я выложу текст описания этого батла, какие условия, какой хэштег у этого, у этой битвы. Это битва номер два. И также по этому хэштегу зайду 24 вечера и выберу победителя, кто лучше всех сделал эту работу. Поэтому по факту это будет такая же битва дизайнов между мастерами, только в этот момент будет участвовать вас там, возможно, 100 человек, возможно, 500 человек. Вот сейчас уже там, где битва один. Аня пишет, Катя, купи шубу. Аня. Блин, короче, шуба стоит 65 тысяч, девочки. Аня, ты поняла? И, конечно, когда меня Корнецкий засмеял, и муж мой засмеял, оборжали этим Гринвичем, нашли картинку Гринвича, прислали мне эту картинку. Как вы думаете, купишь шубу за 65 тысяч, потом будешь сомневаться? Нормальная она или нет? Не поленились же, нашли картинки. Да, я тебе говорю, у меня утро все забросало этим Гринвичем. Смотрите, я сейчас поленилась наносить теклос ради одного шармикона, поэтому на липкий слой вот так приклеила, хотя на липкий слой шармикон очень плохо клеится, он торчит. Вот, но уже времени нет. Обязательно должны быть краски шторм? Нет, я уже говорила в самом начале, прислушайте еще раз прямой эфир. Краски не обязательно шторм. Вот, постарайтесь сделать похожую цветовую гамму, компоновку, композицию и элементы. Даже если нет шармиконов, я вам уже показала, как можно вручную эти шармиконы и иероглифы нарисовать. Так пишет, слава богу, кончик не прозрачный. А, слава богу, кончик не кает? Да, я в прошлый раз, но я думаю, может, я зря, конечно, вот это завредничала и сказала, нет, кончик прозрачный. Мне просто кажется, что битва дизайна номер один, которая была в среду, там именно классно с прозрачным кончиком. Не знаю, вот именно какая-то изюминка в этом есть. А если я не мастер, могу ли я участвовать? Конечно, даже если вы не мастер, участвуйте, девочки. Это же так прикольно, попробовать свои силы. Конечно, участвуйте. Шуба в сторис есть. Да, шуба есть в сторис, в сторис можете посмотреть. Я сейчас еще выложу, как надо мной взять поржал в этой шубе, что он мне прислал с утра на эту шубу. Шуба просто огненная. Ну, по крайней мере, у мужа у моего был лучше ряд, чем на малиновое пальто. Я вот все-таки сейчас вот Аня Аколот написала, Катя купишь шубу. Поэтому, может, все-таки, блин, купить. Она просто, видите, стоит дофига, ну, как я считаю, что дофига, а она не теплая. Ее если носить, то ее вот сейчас носить. Как только будет минусовая температура, она, конечно, какой-то итальянский бренд. На морозе не стоишь. Слава Богу, я на морозе не стоишь. Блин, я какая-то мерзлячка стала. Очень прям. Я вот даже сегодня так замерзла, когда делала медитацию в ходьбе. Куда выкладывать работы? Девочки, любимые, пересмотрите сейчас еще раз эфир этот. Я его сейчас выложу буквально вот через пять минут. Я выложу условия. Там у каждой битвы свой хэштег. И вы отмечаете меня и этот хэштег. Хэштег сейчас будет. Я 24 числа буду заходить и четыре хэштега всех четырех битв оценивать. Вот зайду по хэштегу первому. Это будет битва номер один. И выберу там победителя. Потом зайду по хэштегу номер два. Битва номер два. Хэштеги есть под постами, посвященные той или иной битве. Все есть у меня в ленте. Где купить держатель для типсов? Ой, девочки, держатели для типсов, вот эти подставочки, они продаются везде. И на рынке, и в профессиональных магазинах, и на Алиэкспресс, и на Валбересе. Так и забиваете, по-моему, в поисковик, подставка под типсы. Где взять такие типсы? Эти типсы, я их называю не типсы, это оскорбление, это готовые гелевые ногти. У них очень крепкий будет каркас, который будет позволять делать наращивание еще проще и быстрее, чем вы делали это раньше. Но опять же, это зайдет только тем мастерам, кто, например, не справляется с моделированием на большой длине. У вас до сих пор проблемы возникают с архитектурой, особенно свободного края. Вы не видите форму, не можете сделать симметрично, делаете долго. Это для таких мастеров, кто асф. В моделировании, конечно, вам эти типсы нафиг не нужны будут. Вернее, не типсы, что это я сама тоже. Ногти. Это готовые ногти гелевые. Гелевые. Сейчас я выбрала два вида. Балеринку. И вот такой вот миндалик. Такая остроминдальная форма. Сейчас мы тестируем. Вчера Вера Мирошниченко сходила, сделала. Ей понравилось. Сказала, очень быстро сделал мастер. В обычных условиях, если бы наращивали... А еще и сложный, вчера такой дизайн делали. Замороченный, сбитый номер один. Представляете, Вера Мирошниченко сделала дизайн сбитый номер один. С кончиком прозрачным. Да, с прозрачным кончиком. Вы можете участвовать во всех четырех битвах. Конечно, участвуйте во всех четырех. Представьте, вероятность выше тогда, что вы будете победителем. Хоть в одной битве, но победите. Поэтому рекомендую, конечно, участвовать во всех четырех. Тем более, смотрите, задания несложные, я считаю. Я вас не ограничиваю в материалах. Правильно? Будет курс на эти ногти. Да. Обязательно, конечно. Надо с обучением продавать. Все, вариант готов. Суши. На этом наш батл номер два подошел к концу. Это задание для этой битвы. Вот. Надеюсь, будет очень много достойных работ. Поэтому сейчас выкладываю... Так, ты мне распечатала бумажечку? Мне же прям ее поняла. Мне ее нужно сейчас в эфир положить. Краски Шторм стоят 2 500, девочки. Кто спрашивал? Это новая коллекция. Осень-зима. Так, ну ладно. Галя, короче. Уже завершать надо. Сейчас делаю итоговую, финальную, красивую эту. Ну, ты уже все не успеешь. Уже больше часа эфир идет. Так, на какой фон положить? На синенький опять положить фон. Да как? Это мне тогда сейчас не выкладываться. Так, девчонки, я уже закончила. Это я просто себе тут готовлю. Обложечку. Видите, какая Катя хитренькая? Да, чтобы обложка у меня у эфира была красивая. Так, ну что, получится обложечка? Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.